Микс Ньюс Еще раз представлю нашего гостя. Это известный архитектор Валдис Лепа. Он, кстати, еще и наблюдатель за природой, Дабас Веротайс. И он крестный и садовый архитектор известнейшего в Латвии Карлиса Баронс. Здравствуйте еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Итак, вот поводом информационным к вашему приглашению послужило то, что завтра в парке Бальмуйжес будут посажены саженцы дуба молодого и трех либ. В честь годовщины такой организации, как Садово-парковая дирекция. Дирекция садов и парков. Она в течение многих лет, ей 140 исполняется. И вот за эти десятилетия и уже столетия она претерпевала различные изменения в своем названии. Это были сады и парки. По-разному называлось, но в результате теперь это просто отдел Рига Смэжи садово-парковый. И, собственно, исполняют все те же самые обязанности, по большому счету. Ну и вот в честь этого события, 40-летия этой дирекции, за 40-летие садов и парков, вот в этом поместье Бальмуйже было выбрано место. И в выборе этого места принимал участие как раз Валдеслепа. Он искал такое место, где можно посадить молодой дубок, потому что его не везде можно посадить, правильно? Да, это конечно. Потому что близ есть старый дуб, который рос 250 лет, и он посажен тоже на водяные жилы, на крест водяных жилок. То есть вот где пересекаются водяные жилы подземные, да, там можно сажать дерево? Да, там можно сажать, и он будет растеть, как видели, этот старый дуб 250 лет уже. Но он, как вы видели, что там, ну если там жила только белка и птица, он бы рос еще и рос еще. Но там кто-то горел, ну внутри кто-то хотел тоже жить, как Винни-Пук. И с того выходит, что этот дуб устареет, и в честь этого 140 лети, да, будет садиться новый дуб. Недалеко, но тоже на этот перекрестик, тоже как на другом, но тоже. Вот видите это сечение, которое старый дуб занимает, он где-то 3 на 3 метра уже. Он все точно находится на этом центральном жил креста. Пересечении жил, да, водяных. Сколько всего будет посажено дубов, и что будет со старым дубом? Ну, я понимаю, старый дуб будет еще за его будет ухаживать, но в честь этого 140-летия садится новый дуб. Один? Да, один дуб и три липы. Это, ну, можно сказать, это крестный отец мой, этот Карлос Баронс, был третий садовник. Первый в Риге был Куфалт, потом Зейдок, и он, Барон, продолжал после уже, во время войны, после этих годов уже был главным садовником Риги, да. Это так было. Но по статистике мы посмотрели, что гораздо больше сажается деревьев, чем срубается, но, тем не менее, в социальных сетях постоянно мы видим жалобы, то на Бривибус вырубают деревья, то еще где-то. Вот какое ваше отношение к этому, и действительно ли больше сажается, и нет повода волноваться, или все-таки лишнее тоже убирается? В литературе пишется больше, что сажаются сейчас, становятся большие деревья, не такие маленькие, чтобы они уже скоро создавали пейзажность и вид. Что значит большие деревья? Уже взрослые? Да, вот этот дуб будет 8 метров длины, 8 метров, и будет садиться, так что это не маленькое дерево сейчас уже. Уже такой саженец? Трехэтажное здание это уже выходит. И такие саженцы, если сажаются, тогда, наверное, и нет, может быть, не так много садится, но садятся такие большие, чтобы сразу создавали эту местность, ну, сохранили, да. И насчет Риги, центральных улицах, там пишут, что очень сложно садить, потому что очень маленькие земли есть, которые под землей, которые могут впитывать, ну, дерево, да, тротуары, асфальт, и это все очень трудно, чтобы выжать деревья. Ну, плюс соль зимой. Ну, соль тоже, да, это тоже минимум. А как вот это 8-метровое дерево будут сажать? Можно приехать посмотреть? Ну, конечно, конечно. Это будет какой-то кран подъемный или как-то? Ну, очень, это ведется все работа очень корректно, да, большие деревья тоже возятся, это уже как дети, можно сказать, садовников, да. И, по-моему, это лаби-коки, которые выращивают такие большие, у них есть эта коллекция, и они предлагают, и Ригаспарки покупают. И во сколько будут сажать? В 12. В 12. Скажите, пожалуйста, а как вы находитесь на пересечении в этих жилах? Есть какой-то прибор специальный? Да, ну, маятник. Обычно самый идеальный на природе работать с маятником, потому что на природе какое-то кольцо, это может ветер сильно, и рамочки тоже ветер. Например, маятник, если 300-граммовый или 500-граммовый, он уже, ну, на ветерах тоже очень нормально показывает. И показывает, конечно, то, что искатель спросит природы, да, он может искать воденные жилы, может искать огненные жилы, да, для дома, например. Очень важно, чтобы дымоход находился на огненной жиле, крест, и тогда дымоход хорошо работает, он не накапливается в воде и так далее. Это разные маятники или это один и тот же? Нет, тот же маятник, да, маятник это тот же самый, там не надо менять. Волшебная палочка. Как вы узнаете, огненная жила или водяная? Ну, огненные жилы, если водяные жилы 3 метров и больше шириной, тогда огненные жилы 30-40 сантиметров шириной. Это также, как вы видите, дымоход не больше, 50 на 50 сантиметров. То есть, если узкая, то это огненная, если широкая, то это водяная. Ну, и еще есть, конечно, очень, если тщательно изучать, чтобы не на, еще на других жилах, есть такая сетка Хартмана и сетка Куры, да. Сетка Хартмана идет в восток, запад и север, юг. И эти, ну, расстояние между, географично, где-то 2-2,5 метра, да. И эти перекрестки, которые, эти линии уже 5-10 сантиметров шириной, эти тоже, ну, человеку тоже не очень хорошо, да. У нас, например, огненные жилы, раньше ставился альтар, место, где огненные жилы, перекрестик. Так, человек, кто-то себя говорил молитву на 15 минут, это очень хорошо, чтобы он там находился. Но если он там сидит 8 часов на бизнесе, это может быть хорошо, но он себя, здоровье уже не улучшает. То есть, вы это учитываете при построении домов, получается? Ну, да, конечно, и мой сын, и моя дочь, которая учится архитектором. У нас есть фирма Bildart.lv, вы можете прочитать домашние листья. Это всё мы, конечно, стараемся каждому клиенту, или он живёт в Юрмале, хочет жить, или в какой-то окружности в Риге, всегда изучаем эту местность. Потому что если очень маленькая, сейчас вот квадратные метры, тогда уже очень трудно поставить дом, чтобы эти водные жилы никак не шли. А так, это обычная традиция, уже в Китае 7 тысяч давности, когда жилы, изучают, и мы видим, что китайские или японские императоры живут очень здорово. Ну, потому что у них есть... Может быть, потому что они императоры? Нет, они их как-то изучали, у них есть советники, которые всегда дают самые лучшие советы, да. У нас же тоже советники, врач, диатолог говорит, как хорошо питаться, тренер говорит, как хорошо заниматься физкультурой, спортом, и филозоф говорит, как хорошо писать, как Волтер или Гетте, да. И это всё очень хорошо, но насчёт сна, который каждый утром человек хочет просыпаться, хорошо выспавший, да, и если он не видит каждую ночь эти красивые сна, цветные, да, тогда уже надо подумать, если он спит на этом самом лучшем месте или не спит на самом лучшем. А для меня, вот, как для человека, который в этом ничего не понимает, я думаю, есть ещё такая категория людей, как визуально выглядит? Вот вы определили, вот здесь вот огненные жилы начали копать, и что оттуда? Огонь? Лопата раскалилась или что произошло? Ну, я думаю, так можно сказать, что, в общем, это, если какая-то вся Земля и какой-то нейтральной электромагнитной волны, да, тогда все, где эти жилы находятся, это, ну, увеличенный, да, это тоже тот же самый, как мы не будем жить возле трансформатора, который тоже создаёт какой-то электромагнитной волны, да, и с этого так и можем определить, то, что эти, ну, изменения какие-то в микроволтах мерятся, да, и микроволты никакой искры не поднимают, да, а микроволты есть микроволты, они сохраняются, если человек там долго спит на плохом месте, да, тогда ему уже, может быть, и как яблони, если растёт неправильно посаженный, она вся хочет идти в 45-60 градусов уклон от этой места уйти, да, это сразу видно, что этот яблони посажены в плохом месте, невыбранное место, да, потому что начинается и дерево болезни, а человек – это тоже существо природы, я только понимаю. А в общем, если бессонница страдает, надо кровать передвинуть, или дом поменять? Ну, надо искать, да, надо искать. Ну, обычно, можно сказать, женской интуиции, подсознании говорить, что что-то нехорошо, да, если мужчина целую ночь думает, и потом, ну, какое-то решение принял, тогда утром жена ему говорит, я уже вечером знал, что такое решение надо принять, да. В общем, где жена легла, там и правильно, да? Ну, подсознание, если вам говорить, да, что это хорошее место, обычно это так бывает, да. Хорошее правило. А если еще у вас в доме есть кот или собака, да, собака не хочет жить на жилах, а кот хочет, если ваш кот спит на вашей подушке, тогда уже надо думать, что это не самое хорошее место. То есть жилы любые? Ну, воденные жилы, воденные жилы, да. Ну, и огненные жилы тоже, как я говорил, этот перекрестик, это тоже, это, конечно, меньше, это микроволты, но все равно он в каком-то времени, ну, создают не очень такой, потому что раньше так писали, что вот китайский император, японский, ему каждый день, ну, если он идял в путешествии, где он будет спать, проверил это место, да, где хорошо спаться. Мы же тоже приезжаем в гостиницу, один день просыпаем, ну, спим, как там есть, и все, уезжаем. Мы не проверяем это место, и это не очень важно, да, ну, так. Но если у вас есть дом, квартира, в котором вы живете 5-10 лет, дом живете 20 лет и так далее. А скажите, да, вот, ну, мы уже упоминали Георга Куфолта и Андрея Зейдакса, да, вашего тоже крестного, а скажите, вот они тоже учитывали все эти водяные жилы, огненные жилы, пересечения, когда, это же, ну, в принципе, Георг Куфолт заложил, да, традиции ландшафтного дизайна, вот, действительно, в Латвии первый. Ну, Карлс Баронс, когда я отдохнул, ему был, ну, пардоговый небольшой сад, все его яблони росли стабильно, вертикально, так что он что-то изучал, и, ну, все сады ему хорошо цвел и дал плоды, да. Хоть есть эти вишня и сливы, которые надо садить, как и кот, нравятся эти жилы водяные, так и вишни. А как же в природе? Вот в природе же деревья сами по себе тоже вырастают? Да, ну, ищут там, где жилы. Ну, как можно сказать, птицы сажают эти обычно какие-то, ну, дубовые, ну, семена, семена на этих огненных жилах, потом, чтобы зимой найти, ну, из того выходит, что они тоже в какой-то сети иногда садятся, да, любое зерно. Я не думал об этом. Ну, а, конечно, и сосны, и ветер разносит семена, и они сами себя ищут. А потом из сосны мы видим, какой у них длинная корень, да, она сеялась в любом месте, но чтобы дойти до воды, корни очень глубокие, там, 4-5-6 метров, да, чтобы она дошла до воды. У нас звонок есть, пожалуйста, надевайте наушники, наушники берите, да. У нас в гостях архитектор, наблюдатель за природой, Валдис Ле, послушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про шапочку из фольги, она поможет от волн, и что будет, если водяные и огненные реки перекрестка пересекаются? Ну, у нас, нам позвонил скептик, развейте его. А какие шапочки вы хотите надеть? Ну, это такое фигуральное выражение, да, шапочки из фольги. Ну, обычно в издательских московских книгах пишется, что всякий свинец, или ложица, или кожа, или еще разные материалы, или зеркало, или стекло, все это не влияет на счет этих жилок. Или вы живете на девятый этаж, или на первый этаж, эта электромагнитная волна идет все время, да? Ну, слушатель поиздевался на самом деле над тем, что вы говорите, потому что он не доверяет всем этим приметам, пересечению жил и так далее. Ну, вот я просто перевожу, это шапочка из фольги называется. Ну, это, конечно, каждому, это свое мнение, это нормально, что каждый человек изучает природу своим путем, да, и своим знанием, и своим желанием, и с этого очень интересно. Мы тоже иногда, ну, какой-то 5% клиентов говорит, что у них не надо выбрать землю, ну, они сами будут выбрать, или они сами знают, и так далее. Но основное масса, все-таки мы ищем эти все, сделаем план, и тогда смотрим уже, какой дом делать. Да, ищу, пожалуйста, звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы спросить, вот, это, конечно, может, действует, вот, раньше дома строили, колодец на улице, электричества не было, ну, сейчас живешь, допустим, на третьем этаже, на четвертом, внизу, все в сплетении проводов, компьютерных проводов, этих, водопровод, отопление, эти все трубы, например, на эту рамку или на этот маятник, эти трубы реагируют однозначно, потому что в доме уже смотрели это, я не знаю, как можно отличить, вот, допустим, эту электропроводку или трубу от этой жилы. Да, спасибо. Конечно, эти все электрические проводы, если вы обтянули свою кровать вокруг, да, самое желательное вообще на ночь эти сети выключить, да, у вас же есть какие-то распределители, и в своей комнате оставите там верхний свет или какой-то маленький лампочек, который вы можете сжигать, когда вам нужно, а так любые личные проводы, конечно, это, там есть, циркулирует электричество и создаются электромагнитные волны и поле, да. Ну, слушатель, имел в виду, что когда вы, допустим, ищете какие-то пересечения, опять же, тех самых там жил, то если это многоквартирный дом, то там настолько все уже этими коммуникациями проникнуто, что, ну, трудно определить на самом деле. Да, ну, конечно, можно сказать, что и все создают трудности, но и мой опыт есть такой, что я занимаюсь этим тоже из дальности, да, определяя, если прислали свой план, отмечали, где ваша кровать, где ваше рабочее место, проверяется с таким тонким прибором, не маятником, этот план изучаю, и потом уже сравниваю на место. Приезжая на место, можно уже уточнить все это, или план точный, или не точный сделанный, и тогда можно и оценить все, что мы видим на вашем месте. Конечно, электромагнитная волна, если вам рядом с домом трансформатор, он уже там создают поле какие-то 20-30 метров, и это надо смотреть, где вы выбрали свою квартиру, да. А сколько за свою жизнь мы деревьев посадили? О, ну, я сажу каждый год, иногда мои яблони тоже, какие-то звери зимой приходят, и какие-то ветки кушают, да, потому что я живу на природе, 10 километров от ялгавы, и, ну, какой-то хектар земли мне есть вокруг, и сажение всякое надо очень беречь, да. 8-метровый дуб, это бобрит, вы видите, как на канале тоже, скушают большие деревья, если у них нет охраны, да, сделанные специальные решетки. Так что садить и выбрать место я изучаю тоже каждый год, каждый сорт. А лифовые деревья в Греции, видим, растет 2,5 тысячи лет и дают плоды, да. Ну да, еще звонок, пожалуйста, здравствуйте, слушаем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Я не местный житель, я из России, случайно услышал вашу передачу. Валдис говорит чистую правду. Дело в том, что лет 30 назад я читал журнал «Наука и жизнь», в котором очень активно рассказывалось в нескольких даже экземплярах про лозоходство, и я был молодой человек, было лет 20, я шел с гаража домой, увидел лежащую проволоку, которая лежала на земле, в то время цветной металл валялся свободно, отломил два куска, сделал двое Г-образные проволочки, прижал локти к телу и просто пошел домой. И вот реально я шел, каждые 5-6 шагов у меня эти проволочки скрещивались. Я дошел до дома и нашел, что примерно через 6 метров, через 5 метров эти проволоки постоянно скрещивались. Я проверил дом, свою квартиру, мы жили в обычной хрущевке, оказалось, так и есть, там, где мама спала, у нее постоянно болела голова, там эти проволочки скрещивались. Отец переставил кровать на другое место, потом стала у него болеть голова, у мамы перестала болеть голова. Мы проверили весь дом, всю квартиру, и нашли действительно, что эти линии проходили по диагонали нашей квартиры, все было перестроено уже из-за этого, и всех наладилось нормальный дом. Но в тех журналах говорилось не про огненные, водяные какие-то живые, а там говорилось про энергетические линии, которые пронизывают весь земной шар, именно в форме тетраэдра. И в местах, да, в местах их пересечения, возникают какие-то неизведанные науки, явления, которые необходимо еще изучать. Так что слушатель, который звонил и издевался по поводу шапочки из фольги, он маленько неправ, потому что я лично, он может сам это проверить, если у него есть возможность взять две проволочки, возможно, у него тоже получится. Так что, Валдис, вы правы, полностью поддерживаю. Да, ну, это уже 80-е годы, и исследователи так тоже смотрели, что в больших фермах какие-то коровы всегда болеют, да, лейкозом. И это проверил, что они действительно стояли на этих местах. Так что, если сейчас строятся новые фермы, и все коровы могут свободно перемещаться, это уже для их здоровья гораздо лучше. Ну, а человек, и все это очень так и есть. Так что, если каждый человек, который не чувствует себя хорошо выспавшим утром, и это повторяется за неделю, за неделю, и не меняется, надо что-то посмотреть. Может быть, 30 сантиметров даже кровать передвинута, все установит, все нормально. А вы, когда проезжаете, например, по городу, едете, видите, что срубают деревья, брибы срубают деревья, на Владемара, кстати, очень много вырубали. Вот у нас, например, и слушатели, и комментаторы, очень часто они возмущаются, да, потому что вроде здоровые деревья их вырубают, потому что якобы они больные. А у нас вот каштаны, кстати, вырубали на Владемар. У вас вот душа не болит, или вы думаете, что если уж их рубят, то, наверное, правильно, они, наверное, больные были. Или, правда, там червячки какие-то живут. Ну, идеальная была возможность, если их пересаживает, да, большое дерево, как видите, всего 8 метровый сегодня садится, так что любое дерево можно и выбрать из этого места, если он не там мешает транспорту, да. Ну, например, на Владемары вырубали каштаны по причине того, что, или там собирались еще какую-то часть вырубить, потому что вроде как они были больными, то есть какие-то жучки живут, которые вот мешают, при этом никто не мог никаких доказательств предъявить и так далее. Да, ну, насчет болезни, я не биолог, но вообще знаю, что и Рундальский дворец, там тоже была болезнь осы, как ясень, да, и там все медий паркс вырубали с этим ясенем, который все аллеи, и садятся новые деревья, но болезни есть болезни, в каждом веке есть какие-то болезни, которые там действительно появляются, так что насчет каштанов я не знаю, но в Рундале, где мой отец работал тоже как архитектор, руководил Рундальского дворца, да, я там 10 лет участвовал с интерьером, я знаю, что, ну, недавно, где-то 5 лет назад вырубили весь ясень, да, из парка. Угу, еще звонок у нас, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня, когда переехали в эту квартиру, это в золе туда, видимо, жильцы там посадили, ели возле дома, и вот, ну, там прошло уже, правда, много лет 30, эта ель выросла сейчас где-то до, наверное, 4-5 этажа. Вот в каких местах ели любят расти для человека? Вредно, не вредно? Ну, любое дерево, да, создают какую-то свою ауру, человеку, какому-то нравится больше дуб, какому-то липо, кому ясень, кому ель, кому сосна, да, это каждый человек выбирает свои любимые, и вам надо тоже оценить, когда вы ходите вокруг своей ели, как вы чувствуете себя, если чувствуете хорошо, вам надо каждый день там пойти к этому дереву, и с ним поговорить, да, если вы не чувствуете, да, тогда можете и другому дереву найти, так что это нельзя сказать, так сразу же, как можно, в лямбе влиять это ели, да. Вы наблюдатель за природой, ну, для меня это люди достигшие определенного дзена, да, то есть вы выходите в поле и наблюдаете, или как это происходит, или утром встали, деревья замерили, там, там траву полили. Ну, сегодня посмотрел в моем саду первые тюлпаны уже цвели там, так что... То есть у вас чуть теплее, там, в 10 километрах от него, да. Да, да, ну, и белый, такие, не белый, а желтый, красный, такие, ну, сорт, из Голландии. На остальные еще нет, ну, а эти белые уже, все уже кончились. Ну, не, вот просто что в себя включает наблюдатель за природой? А, ну, как я обычно, если не въезжаю в Ригу, так виду прогулку вдоль реки, да, мне 300 метров от дома, лело потечет, и я какой-то полкилометра по ее берегу похожу, посмотрю, как рыболовы ловят рыбы, да, там рядом, и они так активно. Но этому не обучают нигде же в высших учебных заведениях? Или все-таки есть какой-то курс наблюдения за природой, как приложение к какому-то там архитектурному дизайну? Ну, ну, как можно сказать, я работаю еще ланж-лектор, в Советсказательный университет сейчас, и там есть курс ландшафтных архитекторов, и мы с ними работаем, я более как здание строить, и еще какие-то курсы подаю, но есть, конечно, там очень много и разные курсы насчет изучения природы, да, потому что природа же у нас дает самую большую силу, да, когда мы хочем отдохнуть. Это небольшой ужин, это как дневной такой отдых, а так, если мы хочем так нормально отдыхать, мы обычно поезжаем на море, на лес и походим, или изучаем, или просто отдыхаем, да. Любой отдых, что тоже можно назвать изучением природы. Есть еще у нас звонки, пожалуйста. Да. Пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. Так как я почитал из журнала «Науковая жизнь», что можно не те самые какие-то сечения различных этих самых жил, а поделюсь с помощью маяток. Вот вы говорили насчет этой самой программы. У меня такой вопрос. Как можно поделись с помощью этого не негативные жилы, так в общем, в квартире, нет. Я как-то одно время пробовал поделять продукты, которые полезны для моего организма, или нет. Конечно, можно или срамочка, или маятник, если вы поняли еще сначала, как дают, что значит, да или нет, да, как маятник содействует, в общем, если вы спрашиваете у сахара или соли, он вам полезен или не полезен, и маятник будет работать и показывать, и вам нужен постоянно какой-то этот продукт или другой овощ, да, будет вся другая, да, и это уже такой опыт, потому что маятникам можно очень много и вопросы разъяснять. Я, например, когда, если не покупаю новую машину, тогда какой-то старый, тоже маятникам можно оценить, как и дом можно оценить, это, есть такой кемерский врач, который написал несколько книг и насчет этого, что изучать можно очень, ну, как и можно назвать, как и это подсознание говорит сразу у женщины, что надо делать и что не надо, так, у мужчины обычно все так решает с каким-то, ну, способом или этот маятник, или он изучает какие-то теории и так далее. Ну, если женщина сама себе маятник, ура, нам прям повезло. Часто ли вы сталкиваетесь вообще с очень скептическим отношением? Ну, я представила, вы пришли в салон или у частного владельца, вы покупаете машину и ходите вокруг нее с маятником, и человек думает, что он там себе делает, что вы там колдуете, не знаю, или утром вышли, там маятником проверили, вот я здесь буду чай сегодня пить, здесь сегодня нет пересечения жил, голова болит. Как это вообще выглядит и как часто люди скептически относятся? А, ну, я думаю, что они так скептические, что когда ты хочешь более что-то изучать, узнать, это ну, всегда и домашний лист был, ТЛВ тоже есть на русском языке переведено довольно много информации, которую мы изучали, и я думаю, что это, как говорили все другие читатели из 80-х годов, когда уже наука и жизнь и другие журналы писали, что это так и так, да, с этого момента все только развивается, да, и это сказать, что сейчас мы в каком-то, конечно, у нас это рекламный бум, все, очень много другого, все влияет на нашу, ну, быть, да, а так есть, это солидная информация есть. Хотела спросить насчет форума, вот на днях проходил форум, сделаем Ригу более дружелюбной, речь шла как раз о преображении луцев салы и затю сал, да, вот что вы думаете об этом, как, скажем так, ну, можно, сохранив, допустим, то, что там сейчас есть какие-то насаждения, да, и преобразовав в таких уже традициях, наверное, не просто как насаждение, а вот красиво преобразовав, как это можно сделать? в прошлой неделе я был на луцев сала, один клиент хотел искать свои дома строить, да, ему четыре дети в семье, и он хотел почти, ну, как минимум два дома построить для себя и одного из семьи, и это оказалось, это луцев сало очень тихое место, если вокруг, дальше, когда мы выезжаем из этого острова, ну, шум большой, ну, транспорт и так далее, очень прекрасное место, и, ну, я думаю, что если он там будет строить, и другие частные дома там уже строятся, там, эти, по этой улице, везде можно строить, и, думаю, что план строит и большие здания, и рядом маленькие, это самое идеальное такое архитектурное решение, что это у нас неинтересный город, один только в двухэтажных зданиях, но есть и какой-то центр, где более высотные здания, и там есть какой-то торговый центр обычный, и так далее, которые создают локальный центр, это самое важное, что в любом месте был какой-то локальный центр. Ну, а сможем мы, скажем, Луцов-Салу осилить, чтобы действительно это было такое место, где потомки потом скажут, вот как там, допустим, уже упомянутые нами архитекторы ландшафтные работали над Межапарком, над Зеедань-Дарсом и так далее, чтобы это было вот Луцов-Салу, да, скажем, там трудились современные архитекторы, и это уже шедевр ландшафтного дизайна. Ну, Межапарк так и есть, шедевр ландшафтный, потому это солнечный город, да, и если там дали план сделать больше местности каждому дому, из того и создаются, что каждый дом как-то находится уже в парке, да, и если мы идем по улице, вся улица смотрится как парк. Если мы разделяем на маленькие 600 квадратные метры, и каждый хочет такой средний дом построить, тогда уже там парк не получается, да, это все равно, все связано с тем, которые планы мы хотим развивать. И вот Межапарк это солнечный город в Латвии, можно считать. А что с Луцов-Салой будет, как по-вашему? Ну, я думаю, что сейчас тоже реческий бувалдис, архитектор смотрит и все, и всегда делаются конкурсы, да, чтобы получить самую хорошую идею, да, и с того я думаю, что самые лучшие идеи там будет решить, да. Да, звонок еще один, пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересная тема, спасибо вашему гостю, очень заинтересовал. На самом деле, у меня такой вопрос, у нас действительно недалеко от дома стоит электрическая транзисторная будка, которая обеспечивает там поселок энергией, и недалеко стоит общая антенна для интернета, которая тоже является как бы базой передачи сигнала для всего поселка. Можно ли выставить какую-то защиту между своим домом и этими объектами, реальную, что-то может защитить или это уже ничего не поможет? Ну, да, обычно любой проект согласуется с тем, что смотрится, да, все эти локальные, когда есть электрон линии, да, там даются какие-то нормы, да, ближе которых нельзя строить, строить, так что я думаю, что ваш дом должен быть по этим нормам поставлен, если вы видите этого трансформатора, но он от вас находится где-то 30 метров или 25, например, что он не будет на вас влиять, если он за 5 метров уже за вашим домом, да, тогда это можно смотреть, что там, ну, как-то смотреть, какие направления они идут, потому что этот создается такой овал, да, этот линии, не круг, чтобы он действовать, любой трансформатор в любых направлениях одинаково, есть направления, где он больше, есть где, ну, как яйца, если мы можем назвать, и с того, ну, например, Норвегии смотрят, если в дом строится на твердые эти камни, там тоже выходит это радоновый газ, да, а у нас в Латвии такой радон нет, да, так что каждое место надо смотреть, да, ну, направления изучать, да, какие там есть. Что легче, срубить дерево или посадить? Если вы в каком-то работнике... Чисто технически, да, то есть, если мы сажаем восьмиметровое дерево, оно требует определенной техники, на определенных знаний требует, но и срубить дерево, особенно в черте города, это тоже задача непростая. И комментарии все время говорят, ну, конечно, рубить же не сажать, вот, что сложнее. Ну, конечно, рубить вам это сделать за секунды, чтобы посадить на правильном месте, мы выбрали место, выкопаем яму, там дают удобрения нужные, да, чтобы это дерево первые пять лет рос, и ему не надо что-то насыпать наверху, ему уже корни есть всякие, ну, нужные средства, да. Пожалуйста, здравствуйте. Очень коротко, если можно. Доброе утро. Вот я обратила внимание на то, что вновь высаженные деревья, даже уже несколько лет назад, в саду Вестурда, Арза, Кронвальда и Бастейкауна, они скорее хереют, чем растут. Это первый вопрос. Вот почему это происходит, и что с ними дальше будет? И второй вопрос. Иногда во время бури сломанные ветви остаются на деревьях, тоже в наших парках, и их не убирает, не вредит ли это деревьям? Спасибо. Если можно, очень коротко у нас уже говорится. Ну, арбористы всегда работают, сейчас, я думаю, в любых лесах, садовых организаций есть арборист, который отвечает, а деревья, которых не ухаживает, ну, хозяин, ему будет гораздо труднее за тем деревом, которым ухаживает. Ну, я так понимаю, что это все-таки городская собственность, речь шла о парках, не о частных садов. Да, ну, обычно же все, ну, надо... То есть вы не обращали внимания, да? Да, ну, я живу 10 километров от Елгарии. мы поняли. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был архитектор и наблюдатель за природой, крестный сын архитектора парков Карли Сабарова на Валдесле. Я поздравляю. Спасибо большое и до свидания. Спасибо. Спасибо.